Врачи древнего Китая называли его главным господином нашего организма, стволом нашей жизни. Они говорили, если у тебя болезней много, значит болит позвоночник. И действительно, подобно тому, как дерево с поражённым стволом засыхает, точно так же больной позвоночник может вызывать многочисленные недуги. Такие, например, как радикулит, такие, как миалгия, такие заболевания, как гипертония, могут появиться при больном позвоночнике. Также может быть мигрень, как следствие больного позвоночника, и бронхит. Ну, мигрень я понимаю, но при чём здесь бронхит? Всё дело в том, что деформация позвоночника может приводить также к деформации грудной клетки. А это означает уменьшение жизненной ёмкости лёгких и, как следствие, застойное явление в лёгких. Ну, наверняка существуют те причины, из-за которых наш позвоночник начинает чувствовать себя неважно. Давайте увидим наших врагов в лицо. Давайте. И мы приглашаем первого врага к нам в студию. Первый враг к позвоночникам – это депрессия. Наверняка многие замечали, что если у человека хорошее настроение, он расправит плечи, поднимет голову и будет гордо смотреть вперёд. Человек же в состоянии уныния, сутул, невзрачен. А это означает, что его позвоночник длительно находится в состоянии усиленного грудного кифоза. В результате может развиться патологическая сутулость, привычная сутулость. Это означает, что с депрессией нужно бороться. Можно пойти в бассейн, можно купить абонемент в спортивный зал. В конце концов, можно сходить в кино на какую-то лёгкую комедию и посмеяться с Михаилом. Вот так, друзья. Плохое настроение – долой. Второй наш враг. Прошу вас. Ну, какой же это враг? Михаил, смотрите ниже. Враг – это высокие каблуки. Всё дело в том, что у женщин и так строение опорно-двигательного аппарата несколько отличается от мужского. И, соответственно, центр тяжести немного смещён вперёд. Когда женщина одевает высокие каблуки, центр тяжести ещё больше смещается. А это приводит к усилению поясничного лордоза. К его усилению, которое также может сопровождаться появлением поясничных болей. Вот даже как. С другой стороны, ходить совсем без каблуков тоже неправильно, потому что это может привести к плоскостопию. Необходимо использовать широкий каблук высотой примерно в 2-3 сантиметра. Это идеальная форма обуви, при которой позвоночник будет без последствий переносить физические нагрузки. Запомните, друзья, 2-3 сантиметра, не более. Если вы не хотите проблем с позвоночником. Мне не терпится увидеть третьего врага нашего позвоночника. Давайте посмотрим. Встречаем его. Тяжёлые грузы. Всё дело в том, что очень часто люди носят значительно больше, чем тот вес, на который рассчитан их позвоночник и, в частности, межпозвонковые диски. При такой нагрузке, которая зачастую бывает односторонней, происходит сплющивание межпозвонковых дисков и их дегидратация. Они теряют жидкость и при этом, естественно, может возникнуть корешковый синдром. То есть, нервные отростки могут быть сплющены, сдавлены соседними позвонками. К радикулиту это может привести. Да. Поэтому, безусловно, необходимо постараться не носить более 5 килограмм. А если уж приходится нести какой-то большой вес, использовать для этих целей рюкзак, который будет равномерно распределять нагрузку. Или сумку на колёсах. Или сумку на колёсах, если это большой груз. Следующий, четвёртый враг нашего позвоночника. Это мягкая постель. Мягкая постель. Зачастую те люди, которые спят на каких-то очень мягких матрасах, они страдают от болей в пояснице. Потому что мягкий матрас, прогибаясь под весом тела, деформирует позвоночник и в ночное время не происходит отдыха. Мышцы находятся в напряжённом состоянии. Связочный аппарат подвергается растяжению. И в результате также возможно появление межпозвонковых грыж. Об этом нужно знать. Прошу вас, присаживайтесь. Матрас необходимо подбирать в специализированных магазинах с учётом своего роста и веса. То есть, фактически, под себя. Ну и пятый враг нашего позвоночника. Это, как ни странно, спорт. Ой, как красиво. Ой, да. Чрезмерно интенсивные физические нагрузки. Высокая амплитуда движений. Всевозможные махи также могут привести к тому, что позвоночник будет травмирован. Как следствие, гипермобильность суставов, боли в пояснице, в грудном отделе позвоночника. В общем, спорт тоже должен быть умерен. Какие виды спорта менее травмоопасны для нашего позвоночника? Наименее опасны, конечно же, плавание. Потому что там отсутствует осевая нагрузка на позвоночник. И при этом происходит вытяжение в результате плавания. Поэтому, если вы занимались спортом и перестали это делать, то ходите в бассейн хотя бы 2-3 раза в неделю. А какие виды спорта опасны? Ну, помимо гимнастики, мы поняли. Ну, помимо гимнастики, это те виды спорта, которые сопровождаются прыжками. То есть, например, баскетбол. Спасибо большое. Присаживайтесь. Вот то же самое может произойти с нашим позвоночником, если мы подпустим к нему близко этих врагов. Боже мой, наш позвоночник подобно этой скамейке треснет? И сломается, Михаил. Советую всем об этом теперь знать и насторожиться. Спасибо вам большое. Спасибо вам за помощь. Прошу вас. Спасибо. Что ещё представляет опасность для нашего позвоночника, узнаем у нашего эксперта. У нас в студии Илья Вадимович Егоров, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Какие ещё опасности подстерегает наш позвоночник? Ну, надо сказать, что нам сейчас было потрясающе показательно продемонстрировано в сети опасности, перед лицом которых может оказаться наш позвоночник. Между тем, я хочу сказать, что есть ещё один враг, и он, пожалуй, основной. Это сам человек. Человек, который делает всё возможное для того, чтобы у него всё было не всё в порядке. И я вам могу сказать, вот просто несколько примеров привести. Ну, например, вот здесь была показана ситуация с гимнастикой, с такими высокими физическими нагрузками. Но есть обратная сторона медали. Это адинамия, это гиподинамия. Сейчас в наше время люди практически не двигаются. И бывают такие клиенты, которые часами, а то и днями сидят за компьютером, сидят сутулившись. Это ослабление мышечного каркаса, который удерживает позвоночник. И в результате возникают искривления позвоночника, возникают различные компрессии, которые неизбежны в таком состоянии при многочасовом сидении за компьютером. Другая ситуация. Вот я занимаюсь лазеротерапией. У меня очень много пациентов, которые приходят с больной спиной. И некоторое время назад я понял, что есть ещё одна категория людей. Это люди, занимающиеся экстремальными видами спорта. И у меня сейчас прошло несколько пациентов с велоэкстримом. Велоэкстрим. То есть они на велосипеде прыгают там с гаража на гараж, с гаража на какую-то там крышу, чего-то ещё. Это очень модно сейчас. Это очень модно сейчас. Между тем, у меня недавно был пациент, у которого была грыжа, межпозвонковая грыжа, 2 сантиметра. Не 5 миллиметров, не 10 миллиметров, а 20 миллиметров. То есть колоссальная межпозвонковая грыжа. Когда он вполз ко мне в кабинет, на нём просто не было лица. Молодой парень, там, 18 или 19 лет. Вот такая ситуация. И ещё я вам могу сказать, вот ещё один пример такого абсолютно несознательного, какого-то, знаете, отношения неправильного к самому себе. Если я скажу, что средний срок от момента начала боли в спине до момента обращения к врачу, это 3-4 месяца, пожалуй, я буду оптимистом. То есть люди, у них болит спина месяцами, и они к врачу не идут. А в результате, даже если это есть какое-то грыжевое выпячение, оно начинается ведь не с грыжи диска, оно начинается с деформации самого диска, а грыжа будет позже. И может быть, первая боль, это ещё та ситуация, когда не произошло деструкции межпозвонкового диска. Надо идти к врачу. Врач профессионально поможет. Это абсолютно реально. Спасибо большое, Илья Вадимович. Спасибо. Итак. Депрессии у меня нет. Каблуки я не ношу. Сумки тяжёлые я не ношу. Травмоопасным спортом не занимаюсь. Не сплю на мягкой постели. Надеюсь, что мой позвоночник в порядке. А ваш? Это была рубрика «Качество жизни».